Приветствую вас! Это называется самые свеженькие новости за 8 мая. Итак, самая-самая новость. МВФ решил не давать нам кредит расширенным финансированием, но обещает дать кредит статбайт. Если объяснить очень популярно, программа переговоров по кредитованию между Украиной и МВФ провалилась. Но чтобы спасти свое РНМ, МВФ говорит, значит так, ну давайте, действительно эта программа не будет работать, мы сейчас пройдем переговоры по новой программе. Статбайт это значит кроткосрочный кредит, ну действительно на 18 месяцев. Вот сейчас, между прочим, у нас в марте 2020 закончилась как раз вот эта программа статбайт. И сумма кредитований по программе статбайт, как правило, меньше, чем по расширенному финансированию. Ну, скорее всего пообещает где-то 3-3,5 миллиарда, до 4 миллиардов. Дадут 1 миллиард, ну может 1,5 миллиарда и все. А мод вообще не дать. Но по большому счету нам эта валюта и даром не нужна. Другая свеженькая новость, ну правда вчерашняя. Прошла революция гривны. Почему? А валюта никому не нужна. Ну намертво не нужна. На межбанке избыток валюты покупать не хотят. Нацбанк выходит, постоянно покупает и сдерживает революцию. Ну в результате мы имеем, вот на сегодняшний момент с утра, курс доллара где-то 26,8. Хотя я так вижу в обмене, как уже движется в сторону революции. Не надо валюты. Валюты не надо. Все. Валютная паника закончилась. И казалось, валюта никому не нужна. И в связи с этими событиями, Кабмин наконец-то разродился. Четкой программой, что же произойдет после 11 мая. Значит так, в парке ходить можно будет, прибрежные зоны, посещать детские площадки можно, кафе, рестораны на вынос, на вынос, летние площадочки можно, непродовольственных магазинов откроют, музеи, ой, особенно музеи библиотеки, это самое. Будет работать стоматология, вот это да, не спорю. Работать заведение общественного обслуживания, ну более-менее. Адвокаты, нотариусы и так дальше, так дальше. Но, опять же, общественный транспорт ездить не будет. Я вообще не понимаю этих чудиков. Просто не понимаю, честно говоря. Ну как можно без общественного транспорта, ну в крупных городах? Это просто нереально. Да, потрандеть можно, пофантазировать, но просто. Это ж нереально. Но зато как красиво, как гениально. Еще такая забавная новость, действительно, по-другому не назовешь. Значит, Кабмин объяснил, куда делись деньги, направленные на доплату медикам. Ну если так, по-простому, разворовали. Нет, тут все очень интересного. Они объясняют, что мы причисли, виноваты мэры городов. Мэры городов говорят, виноваты госказначейству. Скажите, говорит, виноваты медикам. То есть разворовали. Это бывает. А ну где? Нет, воровать в условиях коронавируса, это же самое время. А в этот момент, новость. Ну как можно было ожидать, количество проблемных кредитов выросло, в связи с началом карантина. Ну это можно. Не критично выросло. У нас и до этого около 50% кредитов, выданных банком, является проблемным. То есть не работающим. По имени платят ни процента, их не погашают. Они немножко подросли. И будут подрастать. Ну вы сами понимаете, если предприятие не работает, даже если до этого оно платило. Ну как оно будет? Но смотрите, какой интересный курьез. Больше всего неработающих кредитов у государственных банков. Да-да. Ну приватбанк это отдельная тема, но очень много. Вощадбанки. Очень много. Укроэксинбанки. Да-да-да. Посмотрите, как же так? Это государственные банки. Они в основном выдают кредиты госкомпании. И там кредиты, которые не погашают. Да. Очень часто кредиты, которые выдают государственные банки и государственные компании, это схематоз. То есть это не настоящие кредиты. Очень часто их не погашают никогда. Очень часто это не просто разворовывается. И очень часто, когда выдают кредит, нарушают все мыслимые, немыслимые нормативы национального банка и так дальше. Связано это с тем, что просто воруют. Под шумок берут кредиты на дрожь сейчас. Да, сейчас Украинский банк должен выдавать кредиты Украфтодор на Существодорог. Разворуют однозначно. Потом будут скандалы. Как их погасить? Никак. У нас уже такие скандалы были и действительно довольно часто государству приходится за счет госбюджета, за счет ваших денег списывать кредиты, которые получал Украфтодор. А в это время, во время карантина добыча угля в Украине снизилась. Причем довольно сильно упала. Если брать только апрель месяц на 39%. Нифига себе. На 39%. Ну, тут смотрите какая ситуация. Почему меньше начали добывать угля? Да, вы знаете, помните, что пристановил Павлоград в Гилля и так дальше. Некуда девать. Понимаете, какая была раньше цепочка? Добывается уголь. У нас уголь ужасно дорогой. Если посмотреть себестоимость добычи угля, у нас он даже выше, чем мировые цены на уголь. Да, выше. То есть, получается, добывается дорогой уголь, перерабатывается на электроэнергию. Да, часть электроэнергии мы потребляем. Почему тепловая электроэнергия у нас дорогая? А часть экспортировалась. Но так как цены на нефть упали, цены на уголь в мире тоже упали. И в результате наш уголь стал не просто дорогим, до удурения дорогим. Сейчас даже если за это угля делать электроэнергию и попытаться продать европу, убыток. Серьезно, ребят, убыток. По этой причине спрос на уголь просто физически упал. Ну и добыча упала. Вот такая вот зависимость угля, нефти, цены на электроэнергию. А вы-то говорите. И так-то все это просто. Доходность производства молока уменьшилась. Вот так. Ну вот, если верить экспертам, вообще за последние 6 лет это впервые такое событие, когда рентабельность производства, точнее молочной продукции снизилась. И снизилась прежде всего из-за того, что, да, ну, понимаете, спрос. А спрос это население. Ну и плюс ко всему действительно получилось так. Молока довольно много. Нет, действительно. Знаете, раньше очень много молока закупали, делали твердые сыры и поставляли в России. Ой, это так давно было. Потом из России это все прикрылось. Начали делать больше сухого молока, поставляли по всему миру. Но сухое молоко, ну, там цена же тоже как бы не вечная. И если уж очень низкая цена, не всегда в этом поставлять. Хотя, да, поставляем. Нет, не то, что не поставляем, но уменьшили экспорт. Уменьшили. Ну, просто получается в некоторых случаях невыгодно поставлять по такой цене. А украинцы начали меньше покупать молочек. Ну, и патриотичные люди. И в результате, да, действительно получилась такая ситуация, что лентабельность производства молочных продуктов упала. Что делать? Ну, что, повышать покупательную способность. Тогда будет все хорошо. А пока, ну, что вы можете пока сделать? Ничего. Пока не сделайте, не заходите. А здесь новость такая немножко, ну, я бы сказал, пророкационно страшная. Джолери, скажем, пасечники, провели спецоперацию. Точнее, выступили войной против фермеров. Сейчас объясню почему. Люди, которые занимаются производством меда, крайне недовольны, что фермеры, очень фермеры, повторяю, не крупная компания, а именно фермеры. Обращаю ваше внимание. Очень часто используют для потравки, ну, вот всяких там вредителей, не санкционированные, или, скажем, запрещенные химические вещества. Фермеры действительно убивают землю. Они никогда не соблюдают севообмен. И очень часто используют запрещенные химические вещества. В результате это ведет к тому, что, да, действительно, пчелы погибают. И вот, действительно, в некоторых регионах такое пошло движение. Потравы тепджил с паломом пшеницы. Да, вот такая вот война. А что вы хотите? Ну, сейчас говорю, надо убирать фермеры. Чем быстрее мы избавимся от фермеров, тем будет лучше. Потому что они просто занимаются журничеством. Причем, понимаете, не то, что они плохие. У них бизнес такой. Украл, убежал. Поэтому, почти никогда пытаются объяснить, ну, ребята, зачем вы делаете? Ну, я же краду, что же вы мне хотите? Вот такая ситуация. Так что, как видите, забавный конфликт, забавный. Мед против фермеров. Прикольно. Ну, это вот хорошая новость. Пропускной пункт. Рава русская грабинная. Опять открыли. Смотрите. Очень многие люди ездят на заработки. Не, не на самолетах. На бусиках. На бусиках. На бусиках. Плюс, опять же, автомобили должны проверять, чтобы там не было перегруза, чтобы люди, которые ездили, опять были здоровы и так дальше. Мы все это знаем. За взятку пропускать будут все. Вы сами понимаете. Так что, да, действительно, это как бы частично решение вопроса. И частично, действительно, ну что ж, положительный фактор. И последняя новость, она больше международного характера. Федеральное агентство ФРГ отказало компании «Газпром» в особом статусе «Северного потока-2». Сейчас немножко объясню. Есть так званая газовая директива «Евросоюз». Согласно газовой директиве «Газпром» не имеет права быть владельцем «Северного потока-2». Он должен отдать управление этой компании третьим лицам. Ну, так у них записано. Кто добывает газ, не имеет права владеть трубами, через которые поставляется. Причем, это действительно работает. И там действительно система довольно такая распространенная, что газопровод принадлежит одной компании, которая не связана с тем, которая бывает. «Газпром» так не любит. «Газпром» любит, чтобы и его труба, и он очень просил, умолял, в коленках валялся, просил, ребят, дайте мне. Им сказали, никак. Что это означает? Это означает, что даже когда построят «Северный поток-2», «Газпром» обязан будет отдать контроль над этим газопроводом к европейскому консорциуму, где будут представлены другие владельцы, кроме «Газпрома». Нет, «Газпрома» выплатят деньги. Ну, он же как бы инвестировал деньги, но он не будет владельцем. Ну, вот такие вот новости с утра. Хорошего дня, ребят, хорошего дня. Продолжение следует...